Финансовое процветание И вот, знаете, очень часто так бывает, что Бог, Он видит нашу жажду. И наша жажда выражается в молитвах, наша жажда выражается в словах, наша жажда выражается в семени, в наших жертвах, которые мы приносим. И я вам хочу сказать, дорогие мои, вы должны знать, вера без жертв мертва. И ты пожнешь в сто, в шестьдесят и тридцать крат. И как вчера мы общались с бизнесменами и говорили, да, почему сто, в шестьдесят и тридцать? Почему не говорится в тридцать, шестьдесят и сто? Потому что Бог говорит в сто, в шестьдесят, а потом говорит в тридцать. Это нижняя, нижняя планка. Ниже быть не может, и ты пожнешь это. Вот что интересно. Но часто люди так относятся к финансам. Я удивляюсь просто тому, что многие даже не ревнуют о том, чтобы о них помолились. В седьмой серии программы «Время чудес» апостол Владимир поделится секретом, что вызывает Божий покров и защиту в жизни человека. У нас была ситуация, друзья, и эта ситуация была для нас нереальной. Нереальной. Я вам просто говорю, нереальной. И это было какое-то небольшое время назад относительно. И я помню, как мы сидим с ней, и мы пили кофе, и в этот момент я говорю, слушай, я чувствую, что мы должны принести жертву, и мы должны посеять в этого человека. И нам нужно обязательно, чтобы Бог сделал невозможное. Такое невозможное, чтобы просто произошло величайшее чудо. неужели вы вообще думаете, что, знаете, вот просто так происходят разного рода чудеса в моей жизни, в жизни других Божьих людей? Нет. Дух Святой дает тебе пророческое знание. Дух Святой дает тебе пророческое понимание. И мы берем, приносим жертву. И мы в ожидании, и Бог дал нам веру. И знаете, что происходит? Немало, немного. Бог просто дает нам дом в Италии. И дает нам еще два гектара земли. Целое поместье, а не просто дом. Оливковая роща. Это как Гефсиманский сад, друзья. Это была оливковая роща. Там две кельи на третьем этаже. Специально для молитвы. Но люди думают, что это было просто так. Нет. Впереди тебя должно идти что-то, что будет за тебя говорить перед Богом. Впереди тебя должна двигаться благодать. Мы не играем с Богом, понимаете? Как будто мы Ему что-то даем, Он нам что-то даем. Нет. Мы показываем Богу свою веру. Мы делаем что-то, что сегодня прославляется Бог через нас там. И Бог дает это понимание тебе и мне, когда мы этого жаждем. И Бог прославляется там, и Бог возвеличивается там, и Бог превозносится там. И этот человек, он серьезный человек. Мы уже много лет дружим. Есть помазанники серьезные. Это единственный человек, с кем я мог вообще говорить о помазании. Это, ну, пастор Банихин, это, само собой, человек, от которого это все пошло. И тот человек также. Но удивительно то, что для него это было ответом. Когда мы принесли жертву пастору Банихину, только приехав в Киев. И мы, помню, взяли, у нас были 100 тысяч долларов. Больше ничего не было. 100 тысяч. Береги их. Потому что тебе покупать храм. Бог сказал покупать храм. И сказал, два человека дадут деньги. Деньги не собирай. И выйди на сцену, и скажи перед всеми это. А-а-а. Знаете что? Служение в пророчестве, это служение очень серьезное. Когда я людям говорил, что мы будем служить в онлайне, в то время, многие люди вообще говорили, что он несет бред. Такого быть не может. Но через год пришел ковид, и они все повторяли за нами. Когда я говорил, что на наших площадках с разных стран люди будут выступать, и вас будут слушать весь мир. Люди не могли понять, как это. Это пророческие вещи. Послушайте. Но когда эти 100 тысяч мы посеяли, на следующий день с пастором Банихином мы сидели и общались. И он свидетельствовал. Там сидели мужи божьи, Стромбеки, Ховард Миллс, и Генри Мадава, и другие там. Много служителей. И он свидетельствовал и говорил, у меня такое тяжелое время. Я всю ночь, говорит, промолился Богу, чтобы он мне дал деньги. Потому что я знал, что если я вернусь, и у меня не будет этих денег, у них там очень серьезная ситуация была, то, говорит, будет суд, и у меня будут очень большие проблемы. Он чуть не заплакал, друзья. Он свидетельствовал и говорил, и ты пришел с этими деньгами со своей женой и принес их. Бог прославляется где-то. Понимаете меня или нет? Бог прославляется где-то. в какой-то момент семя, оно приходит и прославляется Христос. Понимаете? Он славил Бога, Он свидетельствовал о Боге, Он говорил о том, какой Бог верный. И я вам хочу сказать сегодня, друзья, благодать – это когда Бог тобой управляет, даже в финансовой сфере. И ты должен знать, что будет. Посмотри. Девятая глава. Девятая глава. Второй коринфян. Шестой стих. И здесь говорится, «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». И дальше такое слово. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». И теперь ваше внимание. В этой передаче я хочу подчеркнуть, что Бог смотрит на людей. Благодать. Что это такое? Это когда ты доброхотно дающий. Не с принуждением, не с огорчением. Поняли? Благодать, когда действует, вы должны меня все услышать. В этот момент ты человек, который, представь, ты жаждешь жертвовать. Ты жаждешь жертвовать. У тебя нет денег, у тебя проблемы, у тебя нужды. У тебя нечем детей кормить, у тебя долги. Но ты жаждешь жертвовать, потому что благодать Божья на тебе. Доброхотно дающего. Написано, Бог отделяет от всех. И он что говорит? Любит Бог. Когда говорится, любит Бог, это значит, друзья, любит, любит. я хочу, чтобы вы поняли. Это глагол. Это действие. Любит это действие. Это несуществительное, это глагол. Это значит, Бог проявляет свою любовь к этому человеку. Это значит, он к нему относится не так, как ко всем. Это значит, то, что другим вменяется в проблему этому человеку. Нет, он его любит, он его бережет. Там, где другой, просто шел и попал. Бог этого человека любит, он сохранил его, он сберег его, он просто провел его там, где пройти человеку невозможно. Выжить невозможно. Там, где все идут и в конце концов вот так просто подходят, опускают руки и говорят, я разочарован. Бог сто процентов меня бросил и не любит. То, когда человек доброходно дающий, дающий, понимаете, доброходно, то есть, он с жаждой, на нем благодать. Что происходит с ним? Бог сделает все, чтобы у человека эти руки поднимались вверх. Халлелуя! Халлелуя! Он говорил, Бог верный. И он проходит такой дорогой, такой дорогой, что кажется, там только Бог мог тебя провести. Только Бог мог сделать так, чтобы ты прошел и через эту дорогу. Ты говоришь, Боже, после этого испытания, после этого кошмара, казалось бы, где ты нас провел и сохранил, и сберег, да всю жизнь я хочу жить только тобой. Умирают все желания, умирает все. Бог становится все во всем в твоей жизни. Халлелуя! Доброходно дающего любит Бог. церквам македонским была дана благодать. Я, послушайте, я задавался вопросом, находясь сейчас в этом уединении, мы с Викторией, мы вместе говорили об этом постоянно. Я задавался вопросом, «Виточка, Бог, Он помазал меня в 2006 году. Дух Святой зашел в мою комнату. Зашел физически. Он подошел ко мне и коснулся меня. И эта сила, она движется до сих пор. Даже, когда я через телефон молюсь, Бог сказал мне, я буду исцелять. В телевидении я буду исцелять. Это сказал мне делать Бог. Я бы сам даже не подумал о таком, что такое возможно. Но послушайте, что интересно. Мы в эти месяцы говорили о том, что, смотри, Бог скрыл от нас первую строчку. Помазал меня благовество от нищим. И эта строчка была скрыта. И мы как будто перепрыгнули через нее. И ты помазана на исцеление сердец. И когда ты молишься, когда ты говоришь, когда я слушаю твои учения, я слушаю свою Викторию, и бывает слово только раз и выпрыгнуло. И ты укрепился в душе. Мы должны быть укреплены в душе. Вы слышите? И мы укрепляемся в душе. И вдруг ты понял, что это какой-то демон просто атаковал тебя. И ты, каждый из нас, мы нуждаемся. И она помазана. Мы нуждаемся не просто в словах. Такой человек говорит простые слова, но когда они помазаны, они почему-то приносят тебе исцеление. Халилюя! Халилюя! Другой он тебе такое там расскажет, он тебе расскажет, какой он психолог, он тебе расскажет, какие упражнения, как вдыхать, как выдыхать, там, усах, гитара, и все остальное, и ты успокоился. Но знаете, что интересно? Что это не помогает никому. а помазанница, а она говорит простые вещи, и все происходит. Так вот, теперь, послушайте меня, заканчивая эту передачу, я хочу вам сказать, мы как будто перескочили на исцеление больных, на разрушение проклятий, на все вещи, но первая строчка, она была удержана, потому что Бог видел, кто меня окружает, Бог видел, что происходит, и Бог запланировал начать что-то делать только сейчас. И в этом вопросе Он избрал вас, Он избрал вас, дорогие, чтобы вы стали тем человеком, теми людьми, через которых по всему миру, во все страны, Евангелие двинется, во всей силе, Аллилуйя! И явление духа и силы в каждый дом, больные детки будут исцеляться, больные мамы будут просто полностью исцеляться, больные отцы будут исцеляться, Аллилуйя! На домах проклятие будет разрушаться, в разных странах, которые говорят на других языках, помазание движется. Меня пригласили, друзья, быть там соучредителем целой академии, которую готовят там для того, чтобы они там на лайнерах на этих служили. И знаете, там собрались люди, они там стоят, толпа, кто был тогда, многие, кто-то здесь есть, кто был тогда, они даже не знают английского. И получается, меня переводила Виолетта, а Виолетту переводила, получается, главная академия, с которой мы дружим. Ну, знаете, что было интересно? Я говорил, а потом я просто сказал, Дух Святой, приди, они не понимают ни слова, но они все начали рыдать, начали падать, начали плакать, их начали выводить, бесы начали с них выходить, потому что сила Божья движется. Халилюя! Халилюя! Скажите, как это мощно? Дух Святой движется там, где люди даже не понимают языка. Ну, вдруг, они там плачут, там плачут, там плачут, там уже бесы орут, там кричат, там вопиют, их начали тянуть на сцену. Короче говоря, там такое началось, что, я вам скажу, все были удивлены, что помазание, друзья, когда помазание движется, все страны этой земли, они переживут помазание, потому что первая строчка благовествовать нищим, это помазание, которое сегодня высвобождается, оно было на мне, но сегодня оно переходит, сегодня оно как будто через это учение, оно переходит на всех вас, чтобы вы стали помазанием, у которых будет избыток для того, чтобы покорять вере целые народы. Аллилуйя! Эмэн! 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 Я благословляю вас, увидимся в следующей передаче. Эмэн! Дорогие друзья и партнеры, наше сердце переполняется благодарностью и любовью к каждому из вас. Спасибо за ваши молитвы. Мы благословляем вас и ваши семьи. Пусть мир Божий наполнит ваши сердца. Сегодняшняя передача «Принципы финансового процветания» транслировалась благодаря верным партнерам телеканала «Миссии возрождения мира». Чтобы стать партнером, пишите нам или посетите наш сайт. Пусть Бог укрепляет вашу веру. Спасибо каждому, кто уже стал партнером и поддерживает финансово служение апостола Владимира и Виктории Мунтян. Пусть Бог обильно благословит вас. Мунтян 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 Мунтян